Кто такой Илон Маск? Гений, мечтатель или мошенник? Федеральная комиссия по ценным бумагам США считает, что мошенник. Именно в этом она недавно обвинила предпринимателя, твиты которого с легкостью поднимают либо роняют акции Тесла. Чтобы избежать суда, Маск ушел из совета директоров Тесла на три года и заплатил 20 миллионов долларов штрафа лично, плюс столько же выложила компания. И все, у вселенной Илона Маска все снова в порядке. Но в этом выпуске мы поговорим не о Тесла, а именно о планах Илона по покорению вселенной, об этапах, которые он уже прошел, революциях, которые совершил, безумных планов, не всем из которых суждено реализоваться, и о том, будем ли мы жить на Марсе. Полетели! В прошлом веке никому не верилось, что частная компания может занять лидирующее место в освоении космоса. Пока в 2002 году Илон Маск не основал компанию SpaceX, сразу заявив, что она произведет самые дешевые ракеты в мире, которые перенесут нас на Марс. Тогда в это верил только сам Маск, всерьез обеспокоенный перспективами человечества на нашей планете. Астероид, либо супервулкан может уничтожить нас, а вдобавок мы подвержены рисками, никогда и не снившись динозавром. Рано или поздно наша жизнь должна будет выйти за пределы этого сине-зеленого шарика. Или мы все вымрем. Заявил Маск еще в 2014 году. Но как же SpaceX породила первую волну покорения космоса? Разберемся все по порядку. Первым революционным прорывом стала ракета Falcon 1. Первая в мире частная ракета с жидким топливом, достигшая земной орбиты и доставившая туда полезную нагрузку. Хотя первый запуск ракеты закончился аварией из-за пожара в двигатель, и ракета упала в воду недалеко от точки пуска. Это было в марте 2006 года, а в августе Илон Маск уже выиграл конкурс НАСА, благодаря которому получил 396 миллионов долларов на разработку Falcon 9 и корабля Dragon. При том, что второй запуск Falcon 1 в марте 2007 года тоже закончился крахом, хотя и показал, что ракета может подняться до 289 километров над Землей. И третий запуск в 2008 году также оказался неудачным. Через 56 дней после неудачного третьего запуска SpaceX отправляет в космос свою четвертую ракету. Это был первый удачный полет с макетом грузов на борту. Но даже в этот раз компании не удалось вернуть на Землю первую ступень, что было целью Маска с самого начала. Пятый пуск в июле 2009 года тоже был удачным, и что характерно, последним для Falcon 1. Стоимость запуска Falcon 1 была очень низкой, чуть ниже 8 миллионов долларов, как и ее востребованность на рынке. Поэтому Илон Маск сворачивает программу первого Сокола, и уже в 2010 году SpaceX представляет более впечатляющую ракету Falcon 9, первая же из которых 4 июня выводит на орбиту макет корабля Dragon. А через полгода уже готовый дракон покоряет орбиту и удачно возвращается на Землю. 25 мая 2012 года Dragon стал первым в мире частным кораблем, пристыковавшимся к МКС и вернувшим полезную нагрузку с нее на Землю. До сих пор это умеет делать только Dragon Илона Маска. Неудивительно, что НАСА подписывает контракт со SpaceX на доставку астронавтов на МКС на пилотируемой версии корабля Crew Dragon вместимостью 7 человек. По последним данным, пробный беспилотный полет корабля состоится в январе 2019 года, а тестовый пилотируемый уже в июне следующего года. Сама Falcon 9 претерпела множество изменений, чтобы в итоге стать одной из самых мощных ракет в мире Falcon Heavy. По пути Falcon 9 постоянно росла и устанавливала новые рекорды. Например, рекорд по стоимости запуска всего в 61 миллион долларов. Для сравнения, в 2008 году стоимость запуска нашего Proton составляла 100 миллионов долларов. При этом Маск постоянно испытывал возможности ракеты по возврату первой ступени, чтобы использовать ее повторно и тем самым сделать запуск еще дешевле. Историческое событие состоялось 22 декабря 2015 года, когда Falcon 9 Full Trust вывела на орбиту 11 легких спутников связи. А ее первая ступень впервые успешно вернулась на посадочную полосу на мысе Канавру. После этого всего за три года ракету доработали, и Falcon 9 Block 5 стал самой надежной и востребованной ракетой SpaceX. Маск заявил, что планирует построить всего 30-40 первых ступеней, которые выведут на орбиту около 300 ракет за 5 лет. При этом 10-20 запусков одной и той же ступени будут проходить без какого-либо межполетного обслуживания. На Falcon Heavy Маск потратил около 500 миллионов собственных средств. Аналогами ракеты являются Saturn V, H1, Space Shuttle и Energia. Центральным блоком ракеты и ее двумя ускорителями стали модифицированные первые ступени Falcon 9. Первый запуск ракеты состоялся 6 февраля этого года. Его помнят все, так как именно на Falcon Heavy отправился в космос красный родстер самого Маска. Falcon Heavy самая грузоподъемная, мощная и тяжелая ракета-носитель, находящаяся в эксплуатации. Ей принадлежит абсолютный рекорд по числу маршевых двигателей среди успешных летающих ракета-носителей. В ней находится 28, в том числе 27 одновременно работающих двигателей. Если последующие запуски ракеты будут удачными, Falcon Heavy опровергнет общепринятую среди специалистов-ракетчиков еще с середины 70-х годов в точку зрения, что добиться приемлемой надежности супермультидвигательной системы для ракет-носителя технически невозможно. Это перевернет технические концепции создания тяжелых и сверхтяжелых ракет. Кстати, если вам интересно, где сейчас тот самый Ростер, то я вам скажу. Попав на гелиоцентрическую орбиту, в июле 2018 года он пересек орбиту Марса, а в ноябре достигнет максимального удаления от Солнца 255 миллионов километров, что лишь немного дальше орбиты Красной планеты. Причем Ростер был не просто причудой, его запуск доказал эффективность Falcon Heavy при запуске с прямым выведением спутников на геостационарную орбиту. Кстати, кроме машины и манекена в костюме астронавта, на орбиту доставлен дисковый накопитель Arch 5D, высокоустойчивый к тяжелым условиям открытого космоса. На нем лазером выгравлены тексты цикла романа «Основание» Айзека Азимова. Срок годности диска составляет 13,8 миллиарда лет. Интересно, кто первым откроет это послание? Ну а сегодня в СМИ обсуждают новый проект SpaceX – BIFR Big Falcon Rocket или, если хотите, Big Falcon Rocket. Высота – 106 метров или это примерно как 35-этажный дом, диаметром 9 метров, который будет способен нести полезную нагрузку до 150 тонн. Многоразовый ракетоноситель и космический аппарат нового поколения должен стать частью запланированной еще в 2016 году Маска межпланетной транспортной системы, конечная цель которой, конечно же, колонизация Марса. Чтобы привлечь дополнительные частные инвестиции, Илон Маск решил сделать ставку на космических туристов и уже продал путевку на полет вокруг Земли и Луны японскому миллиардеру Юсаке Миядзава. Миссия планируется в 2023 году. Миллиардер в компании из 6-8 представителей из мира искусства проведет в космосе от 5 до 8 дней. А кто же станет счастливчиком, попавшим на орбиту бесплатно? Мы пока не знаем. А вы бы хотели прокатиться с миллиардером вокруг Земли? В будущем BFR заменит все действующие ракеты и корабли SpaceX. Причем ее запуски будут дешевле. А среди возможных миссий, помимо доставки людей и грузов на орбиту, на Марс и другие отдаленные точки Солнечной системы, значится и перевозка пассажиров в любую точку Земли в течение одного часа по цене обычного космического авиарейса. А вы как думаете, реализует ли Маск свои грандиозные планы? Пишите прямо сейчас в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнать еще больше о реализации проектов неутомимого Илона Маска. А совсем недавно Маск опубликовал свое видение марсианской базы Альфа. И хотя проблем для реальной колонизации очень много. Это и радиация, и слабая гравитация, и вездесущая марсианская пыль, и риски для здоровья астронавтов из-за долгого пребывания в космосе. Каждую из этих проблем можно решить, если взяться за это прямо сейчас. Вообще, если начать сейчас, то мы бы и на Луне могли построить базу. Подробный план действий уже давно разработан учеными, но браться пока никто не спешит. Хотя это может скоро измениться, благодаря дешевым ракетам и энтузиазму Илона Маска. А на сегодня все. И помни главное. Ты в силах изменить будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok